Музыка Привет, вы на канале Андрея Цветкова, это я, и сегодня я расскажу вам о космической ручке Прямо сейчас Чем можно писать в условиях невесомости? Не так давно был распространен анекдот На решение проблемы, чем писать в космосе, США потратили миллионы долларов А русские просто стали писать карандашами Сэр, раз в космосе нельзя использовать шариковую ручку, то почему бы космонавтам не использовать карандаш? Экономия миллион долларов Ты серьезно? Ну конечно же, реальность отличается от вымысла В середине 60-х годов прошлого века космонавты СССР для написания в условиях невесомости применяли карандаши Вам ясно? Но и американцы использовали фломастеры и те же карандаши Эти пишущие принадлежности не в полной мере удовлетворяли своих пользователей И вот американский ученый Пол Фишер решил взяться за изобретение пишущего устройства для использования в условиях космоса Пол был выходцем из американского штата Канзас Он родился в семье священнослужителя в 1913 году В возрасте 35 лет он создал свой бизнес, а именно фирму Фишер Пен Первый продукт, с которым Фишер успешно дебютировал на рынке, назывался Буллет Пен И представлял собой хромированную ручку, имеющую обтекаемую форму Благодаря своей эргономике, которая очень понравилась пользователям, она до настоящего времени пользуется спросом Однако у этой ручки была проблема с течью чернил В 1961 году полет Юрия Гагарина в космос вызвал бурную реакцию всего мира Это глобальное событие стимулировало Пола Фишера к созданию космической ручки Осознав, что со временем человечеству понадобится такой предмет, его компания начала исследование в этой области В результате был создан картридж с газовым поршем Способная писать даже в перевернутом виде, ручка по-прежнему текла Результатом трехлетних опытов стала замена пасты на тексотропный гель Который имел свойство загустевать, когда ручкой переставали писать Не писал стихов и не пиши Окончательный вариант космической ручки Фишера был создан и запатентован в 1966 году Ее протестировали в Национальном управлении по воздухоплаванию и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Космическую ручку одобрили и рекомендовали для использования астронавтам Однако, несмотря на огромные финансовые вложения в процессе разработки, ручка не принесла компании Фишер Пен больших доходов Наса заказала всего 400 единиц космических ручек по цене 6 долларов за штуку Еще 100 штук и 1000 картриджей к ним купил в 1969 году Советский Союз Зато факт использования ручек Фишер Пен в космосе стал лучшей рекламой Космическими ручками Фишера пользовались на станции Мир, а также на кораблях Союз Это принесло полу Фишеру огромную популярность и как следствие богатство Деньги! Космические ручки производят и сегодня, и все желающие могут купить ее за 40 долларов Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в соцсетях, ставьте лайки, делайте репосты Пишите в комментариях историю, каких предметов вы хотели бы узнать Пожалуйста, напиши за меня, а? И будьте счастливы! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok